Приветствую вас, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем видеоуроке мы поговорим об одной из самой важной функции в платформе Trading Volume Terminal под названием High Frequency Trading, сокращенная аббревиатура HFT. HFT Trading – это высокочастотная торговля, которая позволяет совершать сделки быстро и в большом количестве. Объем, который сформирован благодаря HFT, трейдингу, имеет, конечно, специфические характеристики, а платформа Trading Volume Terminal позволяет проводить их глубокий и всесторонний анализ. Все это в комплексе значительно улучшает качество торговли. Основа HFT – так называемые Flash Orders – скоростные биржевые заявки, которые при их исполнении образуют такие же скоростные сделки, ну а также в моменте они создают для маркетмейкера ощутимый перевес контрактов на покупку или на продажу. Поскольку высокочастотная торговля – это зачастую внутридневная торговля, маркетмейкер, конечно, постарается выгрузить сформировавшийся перевес в рынок к завершению торговой сессии. Ведь переносить крупные позиции на следующий день или на несколько суток – это повышает риски. Риски, собственно, потери капитала. Для этого, что сделает маркетмейкер? Он, конечно, повысит или понизит стоимость соответствующего актива, в связи с чем исследует разворот по финансовому инструменту после появления HFT сигнала. Давайте рассмотрим наглядные примеры таких сделок по фьючерсу на золото. Что ж, вы видите здесь HFT объемы, которые у нас сформировались зеленого цвета. Как видите, эти объемы у нас сформировались на хаях, на максимумах, которые были по текущему фьючерсному контракту на золото. Здесь вы видите четкий перевес – ASK 100%. Что это подразумевает? Это подразумевает то, что по рынку у маркетмейкера был куплен крупный объем. Крупный объем при такой ситуации по рынку мог быть сформирован лишь рыночным ордером, который сработал у шортиста. Потому как цена пошла не в его сторону и соответственно сработал стоп. Сработал стоп по рынку. Если здесь шортист купил этот объем и закрылся в убыток, соответственно у маркетмейкера сформировалась сделка в обратную сторону, то есть шортовая позиция. Обращаю ваше внимание, Total Volume общий объем 1014 контрактов. Если перенести данный объем на следующие сутки, необходимо иметь моржевой залог как минимум 8 миллионов долларов. А теперь давайте посчитаем внутри дня. Здесь у нас 8 миллионов долларов, здесь у нас чуть больше 8 миллионов долларов, потому как один контракт фьючерсный на Чикагской товарной бирже, чтобы его перенести на следующий день, необходимо иметь 8 тысяч долларов. Это округленная сумма. И так далее. Здесь у нас более 8 миллионов, более 10 миллионов. И здесь. В итоге более 40 миллионов долларов, которые необходимо иметь на торговом счете, чтобы перенести этот объем на следующий день. Что делает маркетмейкер? Поскольку торговля у нас идет внутри дня, соответственно он, имея определенные рычаги влияния на цену в стакане котировок, а именно выставление крупных ордеров, в данном случае на продажу, способствует формированию импульса вниз и также сам продавливает цену вниз. Потом у нас формируется некое боковое движение, где маркетмейкер откупает соответствующий объем и таким образом выгружает свою позицию в рынок. Точно так же происходит у нас на HFT объемах и красного цвета. Только здесь уже из рынка выдавливаются лонгисты. Те покупатели, те трейдеры, которые ожидали движения вверх, но цена пошла вниз и здесь сработал стоп ордер. Он сработал об заявку маркетмейкера, сработал по рынку, поскольку это стоп ордер и таким образом маркетмейкер принял лонговую позицию по фьючерсу на золото. Он принял эту позицию раз, он принял эту позицию два, он принял эту позицию три. Под завершение дня он разворачивает цену вверх, раздает там этот весь объем, то есть продает в рынок другим участникам и оставляет уже дальше данный инструмент без внимания. Таким образом работает маркетмейкер и таким образом работают HFT объемы. То есть еще раз, суть состоит в одном. Когда есть крупное мощное движение в одну или другую сторону, когда основная часть игроков либо покупает, либо продает, значит нам соответственно, если идут покупки, продает лишь маркетмейкер. Если идут продажи, то покупает также только маркетмейкер. Для того, чтобы не переносить крупные позиции на следующий день, маркетмейкер должен или обязан выгрузить эти позиции в рынок. Чтобы это сделать, он соответственно разворачивает цену в обратную сторону. Если мы видим зеленые HFT объемы и зеленые они потому, что здесь сработала покупка по рынку, покупка сработала у шортиста, а у маркетмейкера открыт объем в обратную сторону. То есть для него здесь шортовая позиция. Если шортист закрыл в убыток 1032 контракта, купил, значит у маркетмейкера на счете отобразилось минус 1032 контракта по данной цене, то есть шортовая позиция. Поэтому он толкает цену вниз и в боковом диапазоне откупает необходимый объем. Таков принцип работы маркетмейкера, если говорить в общем. Что ж, как нам эти параметры и данные сигналы отобразить у себя на нашем мониторе и как понять, собственно, каким образом работает HFT функция. HFT функция это поиск торговых и обнаружение уникальных возможностей в рынке с помощью специальных математических алгоритмов и заданных параметров. Активация разных параметров позволит отфильтровать много шума, то есть лишних сигналов и вывести на график ту информацию, которая будет представлять для нас наибольший интерес. Что ж, давайте выведем данный фильтр на монитор и давайте посмотрим, какие есть у нас элементы и функции, которые мы можем задействовать. Итак, для отображения необходимых нам сигналов мы, естественно, активируем наш поисковик. Затем активируем агрегацию маркет ордеров. Агрегация маркет ордеров это суммирование лимитных ордеров по одной цене в один тик. Затем у нас идет максимальный диапазон. Это расстояние между тиками в искомой формации по ценовой шкале. Максимальный интервал это расстояние между тиками в искомой формации по временной шкале. Автоподбор фильтров объема. Подбирает минимальный объем тика и минимальный суммарный объем всей формации. Минимальный объем тика в цепочке. Это понятно. Минимальный суммарный объем целой цепочки тиков. Сделки внутри спреда проходят по несуществующим ценам в стакане ордеров и они предназначены для обмена активами между маркет-мейкерами. Опция содержит одинаковые тики. Это минимум три одинаковых по объему тика или две группы по два одинаковых тика. Дальше опция содержит тик больше или равно. Здесь мы применяем данную функцию, если мы анализируем цепочку тиков и хотим отобразить лишь те тики, которые представляют для нас наибольший интерес. Опция содержит тик равно. Собственно, это выявление определенных тиков, не стандартных, не тех, которые имеют круглое число, а каких-то специфических. Довольно часто это применяется при анализе, например, акций американских компаний и ряда других компаний в том числе. Дельтафильтр это дополнительная фильтрация формаций по количеству или объему тиков. Минимальный дельтафильтр процентах это минимальный перевес между покупками и продажами. Цвет продаж, соответственно, мы отмечаем красным или зеленым цветом. Сигнал уведомления о найденной информации это сигнал, который будет вам поступать на электронную почту, которую вы указали при регистрации личного кабинета, а также будет сигнал, если платформа у вас активно и включена, сигнал будет появляться в нижнем правом углу с расшифровкой той информации, которая прошла в рынке. Минимальный сигнальный суммированный объем это минимальное значение суммарного объема для активации сигнала, то есть это объем, при котором у вас будет приходить соответствующее уведомление. Ну и конечно, чтобы сохранить данные параметры, существует опция шаблон, когда вы можете уже создать готовый набор поисковика и подгрузить его соответствующему инструменту. Что ж, давайте на графике попробуем отобразить некоторые параметры и посмотреть, как же работает у нас HFT функция. Мы активировали наш поисковик, мы активировали агрегацию маркет ордеров, задали максимальный диапазон в пипсах число 15, максимальный интервал миллисекундах 3000 миллисекунды, то есть сделка скоростью не более чем 3 секунды, то есть в пределах трех секунд, и поставили автоподбор фильтров объема. Пусть программа сама определит актуальный объем. Что ж, нажмем установить и загрузить. Вот у нас произошла загрузка, и мы увидели довольно большое обилие HFT объемов. Конечно, здесь разобраться довольно сложно, какой же объем брать за истину и какой объем можно использовать как разворотную точку. Когда у нас появилось довольно большое количество объемов, у нас есть для этого необходимые фильтры, которые помогут убрать лишний шум, как я уже говорил ранее, и таким образом отфильтровать ненужные сделки, которые мы могли бы совершить. Самое простое, самая простая фильтрация, которую можно использовать, это дельта фильтр по количеству сделок. Нам необходимо отобразить те сделки, где присутствие маркетмейкера есть 100%. Давайте попробуем установить и подгрузить, посмотреть, что же у нас получится. Итак, как мы видим, график у нас стал намного чище, и у нас остались лишь те HFT сигналы, где присутствие маркетмейкера 100%. Каждый из сигналов у нас, здесь ASK 100%, точно так же у нас и BIT 100%. В данном контексте эта функция позволила нам отсеять лишний шум и взять в работу лишь те сигналы, которые действительно имеют значимое для нас значение, важное значение. Как работать по данным сигналам? Когда мы видим, что у нас появился HFT объем, соответственно, мы его анализируем. Если есть перевес в 100%, мы выставляем отложенный ордер, в данном случае, на продажу. Стоп-лосс выставляем чуть выше данной формации данного сигнала, то есть поверхней границы данного кружочка. И, соответственно, ждем движения в нашу сторону. Для выхода из рынка используется либо сигнал противоположного цвета, либо же уровни Мюрея или уровни объемов. Что ж, у меня на этом все. Искренне всем желаю успешной торговли. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить важные уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok